Недавно разработчики опубликовали видео, в котором показали новый тип опасности или скорее мини-загадки, которые игроки смогут повстречать на локациях 4 уровня в 21 Альфе. Сегодня мы посмотрим эту демонстрацию, а также совсем немного поговорим про некоторые подробности о 21 Альфе, которые появились на форуме за последнее время. Ты смотришь канал Сурвагера, и у меня для тебя есть новости об игре 7 Days to Die. Подписывайся на канал, усаживайся поудобнее, сейчас обо всем расскажу подробно. Итак, сначала демонстрация от разработчиков, и потом поговорим о том, что же мы увидели. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь давайте разберем это видео на детали. Конечно, ключевым моментом в этом видео является огненная ловушка. Это новая интерактивная преграда, которую игроки будут вынуждены преодолеть, чтобы продвинуться дальше по локации. Нечто подобное уже есть и сейчас в 20 Альфе. Это двери и подвальные люки, которые можно открыть с помощью ключницы или гаражные ворота, которые открываются с помощью выключателя на стене. Суть одна и та же. Как и в случае с дверьми или воротами, тут игроку также нужно найти некий переключатель и убрать преграду. В данном случае с помощью крана перекрыть газ и тем самым потушить огонь, который преграждает путь к двери. Кстати, напишите в комментариях, как можно объяснить то, что зомби тут начали сыпаться на голову игроку только после того, как он перекрыл газ. Я прекрасно понимаю, что это обычный триггер. Я имею в виду сам момент в игре, а именно то, что должно было разбудить зомби, если рассуждать логически. Это может быть, например, громкий скрипучий звук вентиля, который еще не добавили. Или персонаж мог вскрикнуть от боли, так как вентиль оказался горячим. Жду ваши версии в комментариях. В видео нам не показали, заперта ли была дверь, путь к которой преграждает огонь. Если дверь не заперта, то игрок вполне мог бы открыть дверь издалека и проскочить огонь, получив минимальные повреждения, вовремя потушив себя чайком или обычной банкой воды. Я думаю, в рамках этой игры было бы нелогично, если бы этот огонь моментально убивал игрока. А вот если дверь будет заперта и отпереть ее можно будет только перекрыв огонь с помощью вентиля на трубе, это уже будет очень смешно. Надеюсь, что это не так. Сама огненная преграда состоит из новых декоративных блоков, представляющих собой трубы малого диаметра, среди которых есть целые участки, участок с повреждением, из которого вырывается пламя, и участок с интерактивным элементом в виде небольшого вентиля. Блоки ловушки окрашены в яркий цвет, чтобы дать подсказку игроку о том, что это важный объект. Но точно такие же трубы можно встретить буквально тут же. К чему я это веду? К тому, что из таких вот поврежденных участков труб мог бы с разной периодичностью, с шумом вырываться горячий пар или какой-то отравляющий газ, что еще больше оживило бы подобные локации. Сейчас же все локации, даже промышленные, в основном довольно тихие, я бы даже сказал мертвые, и такие изменения, думаю, пошли бы только на пользу. Что касается сомнений в том, что после апокалипсиса прошло очень много времени, и все это уже давно должно было бы перестать работать, напомню. Во-первых, сейчас на многих локациях есть еще свет, а значит есть электричество, и стало быть, оборудование частично может работать в аварийном режиме на каких-то промышленных объектах. А во-вторых, в игре в скором времени должны появиться NPC, которые вполне могли бы поддерживать часть критической инфраструктуры в более-менее рабочем состоянии, так что тут все логично. Также, что касается новой опасности, благодаря ее появлению после выхода 21-й Альфы, разработчики модификаций запросто смогут добавить в игру огненные ловушки. Хотя, если выглядеть это будет просто как обрубок трубы, извергающей пламя, смотреться это будет, ну, очень странно. Что еще было интересного в этом видео, так это двойные двери. Ранее нам уже показывали обновленные двери, которые будут иметь новую механику повреждений, благодаря чему игроки смогут наносить урон врагам сквозь отверстия в таких дверях. Новые двойные двери выглядят очень похоже. Они, так же как и показанные ранее двери, будут иметь несколько вариантов прочности, обычные и усиленные металлоломом. И, скорее всего, сквозь отверстия в таких дверях игроки также смогут вести огонь или просто бить зомби вручную. Ну и напоследок, немного информации из форума. За последнее время на форуме нам показали новые модельки сгоревших авто с разбитыми стеклами и парочку новых наклеек на коробке со спиртным. А Роланд проговорился о том, что в 21-й Альфе должна появиться какая-то совершенно новая крафт-станция и новый тип квеста. И если про новый тип квеста еще ничего не известно, то что касается новой крафт-станции, я с уверенностью могу сказать, чем эта крафт-станция точно не будет. Это точно не будет обновленная или какая-то продвинутая версия костра, верстака, кузни, химстанции или бетономешалки. Это будет тот тип крафт-станции, которого нет сейчас и не было раньше в 7 Days to Die. Но вот что это будет – загадка. Генератор мира, благодаря расширенным настройкам, позволит игрокам создавать миры, состоящие на 100% из какого-то одного биома. Скорее всего, в генераторе появятся зависимые ползунки настроек, которые позволят игрокам определять, сколько процентов будет занимать на карте тот или иной биом. Ну и если это станет возможно, то, скорее всего, проблема наутрейдер в 21-й Альфе уже будет решена без необходимости устанавливать модификации или править файлы XML. Ну и что касается новой прокачки персонажей, о которой я рассказывал в прошлом видео, ссылка на которое сейчас должна появиться в правом верхнем углу экрана, там я допустил небольшую ошибку, когда говорил о том, что после прокачки определенного журнального перка до максимального уровня журналы, повышающие уровень этого перка, перестанут попадаться игроку в луте. Это не совсем так. На самом деле, такие журналы просто станут попадаться игроку с той же вероятностью, что и другие журналы, шанс выпадения которых игрок никак не повышал с помощью обычных перков. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, пересмотрите все же прошлый выпуск новостей. А на этом на сегодня пока что все. Впереди нас ждет определенно еще очень много интересных новостей об игре 7 Days to Die, обзор которых обязательно появится на канале. А чтобы не пропустить новые обзоры, не забудь подписаться на канал, прожать колокольчик и активировать все уведомления. Ну и не забывайте поддерживать канал лайками и спонсорскими подписками. Желаю вам добра и мирного неба. До новых встреч на канале Сурвагер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok